Работа с кадром-дефицитом в части медицинских специалистов является одной из основных задач НАСПроекта здравоохранения. На протяжении 10 лет Минздрав области работает, акцентируя внимание на целевом обучении будущих докторов. Сегодня список вузов, работающих по целевому сотрудничеству, пополнил и Ульянский аграрный университет. Кроме обычных узких специалистов лечебной направленности, у нас имеется также дефицит и в части клинико-лабораторной диагностики. Это и лаборанты, и биологи, и микробиологи. То есть это те люди, которые занимаются аналитической работой в проведении анализов нашим пациентам. И в этом направлении как раз мы впервые договорились с аграрным университетом о подготовке такого направления специалистов. Оснащенной площадки лабораторной диагностики для обучения студентов не было. Поэтому практикантам приходилось ограничиваться скудным арсеналом, имеющимся на кафедрах вуза. Однако теперь практиковаться в лабораторном деле обучающиеся смогут на территории областного кожно-венерологического диспансера. Соответствующее соглашение войдет в силу уже с нового учебного года. Мы долгое время сотрудничаем с этим учреждением. И это очень важно сегодня, потому что совместная работа позволит проводить и научные исследования в этом направлении. И также совместно мы будем готовить по образованию кадры для профильной медицины и для профильного учреждения. Учреждение располагает новейшим оборудованием, с управлением которого справятся как опытный лаборант-микробиолог, так и студент-практикант. Мы каждый год обновляем оборудование. Мы вот только в прошлом году купили оборудование на более 6 миллионов рублей. У нас вся система автоматизирована, у нас нет никакого человеческого фактора. Аппарат заложил анализ, материал, биоматериал, он выдает. То есть здесь достоверность наивешайшая. Лаборатория диспансера располагает оборудованием практически для всех видов анализов. Помимо основных биохимических и гематологических исследований, здесь проводят ПЦР-диагностику, анализы на инфекции и аллергию, а также гепатиты В и С. В числе новинок – последнее слово диагностической техники – иммуноферментный анализатор «Алисей», который выдает результат анализа всего через 29 минут. С принципами работы оборудования ознакомили специалистов кафедры микробиологии Аграрного университета. Взаимодействие с областным министерством здравоохранения, в частности с областным кожным и нейрологическим диспансером даст возможность нашим студентам получить большие практические навыки, очень серьезные на таком оборудовании, которое в условиях вуза просто нереально будет убить. С каждым годом число выпускников микробиологов, как и необходимость в лабораторных кадрах, увеличивается в разы. Поэтому возможность практической подготовки студентов оказывает большое подспорье в формировании будущих специалистов лабораторного дела. Мадина Исмаилова, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ